Толкачёва! Здравствуйте, наши уважаемые гости! Слово предоставляется председателю Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан Константину Борисовичу Толкачёву! Добрый день, уфимцы! Я передаю участникам митинга слова приветствия и самые добрые пожелания А главы Республики Радия Фарича Хабирова От правительства депутатов Государственного Собрания Дорогие друзья, согласно одному из основных принципов международного права Каждый народ имеет право на самоопределение Это право записано в Уставе Организации Объединённых Наций Народы Донбасса, Херсона, Запорожья Материализовали это право Неделю назад мы с вами отмечали и радовались вместе с началом проведения референдума Сейчас референдум завершился Нам известен результат Практически 100% населения, которые приняли участие в голосовании Поддержали воссоединение Херсона, Луганска, Донецка, Запорожья с Российской Федерацией Ура! Россия! 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 Друзья! Друзья! Через несколько минут в Кремлевском дворце В Кремле будут подписаны договоры С Донецкой Народной Республикой, с Луганской Народной Республики С Луганской областью и Запорожской областью Подписывать будет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин И руководители перечисленных вною территориальных образований Затем этот договор будет направлен в Государственную Думу На ратификацию, потом в Совет Федерации И он примет силу закона И республики Донбасса, а также области Запорожская и Херсонская Станут частью нашей страны, Великой России Порадуемся! Ура, товарищи! Ура! Россия! 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 Дорогие друзья! Во многом проведение референдума и свободное волеизъявление, принявшее участие в нем население, было связано с тем, что были освобождены территории в результате военной операции. Территории освобождены. Сейчас на этих территориях необходимо обеспечить безопасность, обеспечить восстановление инфраструктуры, обеспечить нормальные решения, вопросы, связанные с интеграцией этих территорий в состав Российской Федерации. И, естественно, в решении всех этих задач, принимает наша республика. У нас большой опыт по оказанию поддержки, связанной с интеграцией и решением инфраструктурных проектов с Крымом. И этот опыт, который нам накоплен, он обязательно будет экстраполирован на практику взаимодействия с новообразованными субъектами Российской Федерации. Дорогие друзья, большие задачи стоят сейчас в республиках Донбасса, в Запорожье и Херсона. Но они вполне решимы. И несмотря на те попытки, которые исходят от Америки и подчиненных им сателлитам, они будут обязательно решены. И гарантией это являются люди, которые живут на этих территориях, на этой земле. И сложные задачи, они обязательно будут решены благодаря нашему единству. Мы должны быть едины и в оказании поддержки в Луганщине, Херсонщине, Донецкой Республике и Луганской Народной Республике. Поможем этим субъектам? Громче! Все громче! Все громче! Дорогие друзья, уфимцы, я недавно приехал с Донбасса, был в Луганской, Донецкой области, огромное количество треч был, на самых разных площадках, встречался с разными людьми. Но у всех глазах одно и то же. Когда мы вернемся в Россию? И слава Богу, этот факт фактически свершился. Да здравствует Великая Россия! Ура! Да здравствует наш многонациональный Башкортостан! Ура, друзья! Добро пожаловать Луганской и Донецкой народной республике! Ура! Ура! Добро пожаловать Херсонщина и Запорожье! Ура! Ура! Еще давайте за Россию! Ура! 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 Спасибо! Спасибо, Константин Борисович! Слово предоставляется муфтию Айнуру Хазрату Бергалину. Россия! Россия! Уважаемые друзья, Ассаму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, милости Аллаха и его благоденствия. Со своей стороны, вот Константин Борисович сказал то, что был и в ДНР, и в ЛНР, и на освобожденных землях. Я также, когда поступило предложение, поехал в Луганскую народную республику. по которым обучают историю. Вот личными глазами видел, написано то, что все жители России это москали, что что они скот, то что еще другие оскорбительные слова. Когда я проезжал по улицам Луганска, я видел разрушенные давно уже, давно уже автоцентры и стеклянные здания, у которых окна выбиты, или места площади, где есть вот следы от снарядов. И когда увидел это все, и тогда уже окончательно я убедился в том, что народ этот жил действительно в страданиях. И не просто так, вот мы многие сегодня, наверное, даже некоторые люди переживают, сомневаются, еще о чем-то подумывают. Но на самом деле, когда вы это увидели своими глазами, то сказали бы, почему не раньше, почему мы не раньше это все начали, и почему мы раньше не смогли помочь нашим друзьям, которые там проживают. Поэтому то, что сегодня происходит, это наша страна восстанавливает, как я говорил, восстанавливает справедливость. И слава Всевышнему за то, что Россия, за то, что наш президент является тем человеком, благодаря которому свершается милость Всевышнего по отношению к угнетемным людям. Пусть Всевышний дарует нам победу, пусть Всевышний дает нашей стране силы для того, чтобы установить справедливость. Ведь за несправедливостью в сегодняшний день стоит всякая Америка, НАТО, которая разрушает одну страну за другой. И дай Аллах силы нашей стране, чтобы всегда защищать и своих граждан, и всех угнетенных во всем мире. Всем добра, всем стойкости, всем силы, и всем надежды, и уверенности, и веры во Всевышнего. Вместе мы все преодолеем, вместе мы победим. Саляму алейкум. Добрый день, братья и сестры. Больше тысячи лет назад образовалась Киевская Русь. Больше тысячи лет назад Русь крестилась в реках Днепра. И страна росла, развивалась, входили новые народы, входили новые конфессии. И всегда мы жили в мире и дружбе. Так оно было, и так оно будет. И так получилось, что сегодняшний исторический день православная церковь чтит имена святых вера, надежды, любовь и матери их Софии. София переводится как мудрая. Мы надеемся на мудрость, чтобы мы вернемся в нашу победу. Мы надеемся, что все наши близкие, родные, заступники...